На сцене воссоздана хореография довоенного времени. Балет «Лебединое озеро» стал первым полноценным спектаклем эвакуированного Большого театра на Куйбышевской сцене. Это был перенос московской постановки балетмейстера Александра Горского. Костюмы и декорации к столичному спектаклю были уничтожены во время бомбежки при эвакуации. Их пришлось заново создавать в Куйбышеве. Премьера состоялась в запасной столице 14 декабря 1941 года. Спектакль был показан 58 раз. Легендарный балет в трех действиях под хореографической редакцией главного балетмейстера Большого театра Юрия Бурлака посвящен 78-летию военного парада, прошедшего 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В знаковой постановке партию одетты «Королева лебедей» исполняет прима-балерина Большого театра Юлия Степанова. В роли принца Зигфрида премьер Большого Денис Родькин. Времена были очень сложные. И, конечно же, когда смотришь на балет, на ту красоту, которая поставлена великими хореографами, то волей по неволе душа начинает по-другому себя чувствовать и радоваться. В чем-то есть такая символика в этом, что это редакция, которая шла еще... Это такая старомосковская редакция, поэтому, мне кажется, это очень важно. Во-первых, это память, во-вторых, это наша история. Поприветствовал гостей вечера глава региона Дмитрий Азаров. Среди зрителей спектакля заслуженные жители области, ветераны, почетные граждане, члены Совета Федерации и представители дипмиссий. Я очень рад, что есть возможность смотреть, как замечательный балет здесь, в Самаре. Я очень рад, что я участвовал в параде памятней. И это очень интересное и трогательное событие. Спектакль «Лебединое озеро» длился более трех часов. Андрей Горгуленко, Елена Малютина, Василий Колдашов. События.